Взрыв произошел 8 января около 4 часов утра в частном доме по улице Дружбы Народов. В нем жили две семьи, обе снимали жилье. Одними из первых на месте происшествия оказались соседи. Услышав взрыв, они тут же пришли на помощь. Мы уже спали, когда услышали какой-то сильный хлопок. Сначала подумали, что это какие-то учения в воинской части. Потом заметили, что все соседи забегали. Мы вышли и увидели, что тот дом разрушен. Мы пошли со всеми вместе помогать, вытаскивать из-под завалов людей. Первым мы увидели грудного ребенка. Эта девочка лежала в бесике. На колыбель упало ДВП, а сверху обрушились кирпичи. Но ребенок, слава богу, не пострадал. Через считанные минуты на месте ЧАЭС уже работали спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям. Дом представлял собой руины, под которыми находились живые люди. Сюда же прибыли врачи Центра медицины катастрофы и полицейские, оцепившие место происшествия. В проведении аварийно-спасательных работ были задействованы 23 человека личного состава департамента по ЧАЭС, 44 человека оперативно-спасательного отряда и 6 единиц техники. Кроме того, были привлечены также 3 кинологических расчета и 1 медико-психологическая служба. Из-под завалов были извлечены четверо пострадавших. Их врачи доставили в больницу. Но, к сожалению, без жертв не обошлось. Одна женщина 1988 года рождения. В результате ЧП погибла на месте происшествия. Полуторагодовалая девочка сейчас в сознании проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи. Там же, но в более тяжелом состоянии, находится ее 58-летняя бабушка. Она на аппарате искусственного дыхания. Другая пострадавшая, 21-летняя девушка с ожогами, госпитализирована в ожоговое отделение Центра гипербарической оксигенации. Девушка 20-летнего возраста поступила к нам. При поступлении состояния очень тяжелые, поэтому мы положили реанимационное отделение. В настоящее время лечение получает 20-65% поверхности тела термическим ожогом. Это верхняя, нижняя конечность, туловище и так далее. Глубина ожога где-то первой, второй, третьей степени. Это больное в сознании. На месте происшествия побывал и глава области Жан-Си-Ит Уймибаев. Он пообещал, что без внимания власти пострадавшие семьи не останутся. Сегодня 12 часов похорону будут. Со стороны организации оказывается вся помощь. Также мы оказали социальную помощь, материальную помощь. Подготовлено временное жилье. Для расследования причины трагедии создана специальная комиссия. По основной версии ЧП произошло из-за нарушений допущенных при установке газовых приборов. Даня Архудайбергенов, Ильдар Жунусканов, Марат Давлетов и Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Отрар».